Если я, допустим, из России, как мне начать требовать знания? Некоторые люди думают, что он не может стать требующим знанием, пока не приедет в Медину. Или пока он не отправится в Мавританию, чтобы приобрести сильную память. Земля не делает святым кого-то. Некоторые люди думают, что Медина это какой-то аппарат, в который ты заходишь джагелем и выходишь из него алимом. Да, бережет Всевышний Аллах, из Медины вышли самые главные мунафики. Поэтому нельзя откладывать требования знания. С данного момента начни требовать знания. А то, что делают некоторые глупцы, говорят, что для того, чтобы требовать знания, я должен, например, быть именно у определенного шейха или определенным путем именно учиться в определенном месте, это говорит из глупости. Я спросил некоторых требующих знаний. Почему ты не требуешь знаний? Они сказали, нет, чтобы требовать знания, ты нуждаешься в деньгах, нуждаешься в книгах, нуждаешься в том, нуждаешься в этом. Не поэтому я не могу. И я его спросил. Ты женатый? Да, он говорит. А как ты женился? Он говорит, это хвала Аллаха. Я ему сказал, брат, женитьба же нуждается в деньгах, нуждается в проявлении усердия, нуждается в том и в этом. Почему ты в вопросе женитьбы все вопросы решил? И нашел деньги, и нашел время, и проявил усердие, все проявил. Что касается требований знаний, я начал говорить о том, что не требуется знаний, нужда не нуждается в том и в этом, надо для этого поехать в Медину и так далее, поэтому я не могу требовать знаний. Нет, мы должны начать сейчас. В любом месте. Имамы нашей религии, они родились ни в Мекке, ни в Медине, вообще в других местах. Самая достоверная книга после книги Всевышнего Аллаха, это Саи Бухари, и Бухари не был арабом. Ты от кого будешь требовать? От Всевышнего? Валлах, если ты будешь просить у Аллаха, Аллах тебе не даст пропасть.